Алло. Захар, приветствую. По поводу вашего письма. Да, приветствую Михаил. Рад, что могу вам посмотреть в глаза. Начну с извинений. Михаил, еще раз повторю то, что я вам написал. Простите, пожалуйста, нет другого обоснования и другого объяснения. Не могу никак не придумывать ничего, не объясниться ничего. Плохо получилось. Да уж. Простите, пожалуйста, я вам заверяю, что это ненормальные отношения и так у нас обычно не бывает. Кроме того, в свой урок я не могу ничего. Никаких объяснений могут быть разумных по этому поводу. Простите меня, пожалуйста. Ну, ладно, главное справились, ладно. Вот, это первое, это самое главное, что я хотел сделать, потому что я видел, что нужно заказывать иногда и давним. Честно признаюсь, было бы крайне неловко, так и с вами позовусь. Ладно, поехали. Михаил, а можете в условиях рассказать чуть подробнее, чем вы занимаетесь, чтобы понять, как бы вы могли помочь? Да, ну, без проблем. Я фотограф, у меня своя студия. Ну, в основном я работаю в том числе с разными фрилансерами. Делаю проекты крупные для телевидения и для глянцевых журналов. Постановочная съемка в студиях с моделями. Свет, мейкап, все дела. Вот, набираю сам специалистов, если надо. Вот, собственно, в пятницу 7 моделей снимали. Такое сюжетное, постановочное для известного московского глянцевого журнала. Вот, горели сроки, и я не представляю, что было весело мы эту съемку сорвали. Куча людей задействована. И через три дня примерно такая же съемка, еще более масштабная. Вот, тоже в студии, больше оборудования, ну, там и так далее. Вот, а я, собственно, непосредственно снимаю и руковожу процессом. Да. Вы сказали, что работаете с фрилансерами, с моделями и ищите, да, и будет еще одна съемка у вас. Да. А тогда... Делаю вам такое предложение. У нас в магазине большая есть база счетов, порядка 500 тысяч людей с нашим клиентом. Мы продаем много фототехники и с нашими клиентами, множество фотографов. Я не могу судить оборудовании профессионализма, но я могу сказать, что такое образование я не покупаю. И, может быть, мы... Я готов вам предоставить возможность порекламироваться у нас. Если я готов, что Харилл, размещать вашу рекламу, если вы со своими предложениями, если вы обсуждаетесь о фрилансерах, вы обсуждаетесь, если он будет в Китае, он будет сотрудничеством моделях, в студиях, в изделии, в оборудовании. Я готов предоставить вам нашу клиентскую базу, если вы с этим конкурсом через ноль. Коротко покорит общение с нашей клиентской базой, в течение оговоренного времени, давайте, например, в течение полугода общайтесь, до тех пор, пока вы не почитаете, что вы конкурсировали те опыты, которые вы вам обращали. Вот это мое предложение вам. Нет. Нет, это интересное предложение в любом случае. Да, и немножко даже в расплох застало, надо подумать, но это в смысле, что вы компенсируете 140 тысяч, и мне даете такую возможность дополнительно. Правильно я понимаю? Ну, то есть, в смысле, деньги-то деньгами в любом случае? Я не могу компенсировать ничего материально, я не могу. Я ничего не сказал. Что значит, вы не можете ничего компенсировать материально? Как это понимать? Мы могли бы заметить ваше, скажите, в случае СССР, нам это вернули так, как рассматривает порядок. В любом случае, мы рассматриваем все, и рассматриваем все, мы все могли бы вернуть. В первую очередь, вам деньги на них починить, их понимать, и мне как бы... Нет, Захар, ну вы же понимаете, что у меня такой возможности не было просто? Да, я понимаю. Я тоже об этом не знал. Форс-мажор. Я бы с вами согласился, что это форс-мажор, если бы у меня ураганом унесло модель и реквизит. Но если бы вы мне, как обещали, в четверг привезли вспышки, никакого форс-мажора бы не было. Если бы вы мне в пятницу привезли не бракованное оборудование, а нормальное, никакого форс-мажора не было. Поэтому, извините, Захар, я считаю, что в этом исключительно ваша вина и ваша недоработка. Да, это неприятное стечение обстоятельств, но это ваша вина, а не форс-мажор, который никто не мог предвидеть и никак не мог риск уменьшить. Вы бы сами их взяли, проверили бы в пятницу, даже если у вас так не принято. И все, и раз вы уже день потеряли, и нет никакого форс-мажора. Или вообще вы со мной этот вопрос обсудили, спросили, Илья, а не проверят ли нам за вас вспышки? Я бы сказал, а проверьте действительно, потому что мы будем вечером, нам будет не до этого. Какой же это форс-мажор? Я хочу с вами работать дальше, и я хочу решить эту ситуацию, вот у меня есть такое предложение, которое у меня есть.